Ну а все геймеры мира сейчас в Южной Корее, где проходит международная выставка компьютерных игр. В стране законодатели игровой моды у 95% населения есть доступ в интернет, а за виртуальные преступления можно попасть за реальную решетку. Подробнее из Сеула моя коллега Дарья Григорова. Геймеры атакуют. Цель этого квеста для всех одна – поскорее занять место у компьютера, иначе придется ждать не один час. Это событие года. Мы с другом прогуливаем в школу, хотим посмотреть на новые игры, я уверен. Сегодня вообще мало кто пойдет учиться. Все здесь. Лисун дерется как профессиональный боксер, но это только на экране. В реальной жизни он хоть и мечтал побеждать в драках, но получалось всегда наоборот. Теперь он доволен. Виртуальный противник не сможет разбить ему очки. Я всегда хотел заниматься боксом, но ленился тренироваться, ходить в качалку. А теперь можно прямо дома кулаками махать, но главное, когда тебе бьют, не больно. Эти школьники с горящими глазами толкаются в очереди и за 15 минут в новой онлайн-игре с почти философским названием «Кровь и душа». Я ждал эту игру три года. Не все из тех, что героически дожидались, смогут зайти. У многих игр, в том числе и «Диабло 3», которая пока не появилась, в России висят таблички. Вход только после 16 или даже 18 лет. Возрастных ограничений нет только у игровых автоматов. Чтобы посидеть здесь, нужно выстоять в почти часовую очередь. Хотя революционную эту игру точно не назовешь. Разработчики просто добавили к привычным рулю и педалям 3D-очки, и теперь оторваться от игры уже невозможно. Сумасшедшие эмоции от игры обещают и два вечных конкурента – Sony и Microsoft. У первых – светящийся жезл с камерой и специальным датчиком. У вторых – игровая приставка, которая распознает движение человека. Я уверена, что через 2-3 года игры будут покупать гораздо больше. Мы надеемся привлечь старшее поколение и тех, у кого нет мании стрелять или убивать. Взрослые дети могут вместе играть, а для нас это новые прибыли. Для Кореи компьютерная выставка – это событие года. Здесь у 95% населения есть не только компьютер, но и доступ в интернет на высокой скорости. Ну а за преступления, совершенные в игре, могут посадить за реальную решетку. Люди просто могут взломать аккаунт, передать ценности с одного персонажа на другой и тем самым нанести большой ущерб. Здесь все отслеживается очень быстро. Здесь есть даже специальные подразделения в полиции, которые занимаются исключительно киберпреступлениями. Компьютерный фанатизм – самая большая проблема для корейских родителей. Дети днями просиживают в компьютерных клубах, которых здесь почти 30 тысяч, и тратят все доступные им деньги на любимых персонажей. Конечно, я вкладываю личные деньги, ведь я хочу собрать полную коллекцию доспехов для моего героя. Приходится платить где-то 200 долларов в месяц, а вот те, кто повзрослее, тратят по несколько тысяч. Если верить прогнозам, то такой компьютерный бум ждет и Россию, ведь именно Корея – законодатель игровой моды, и все, что популярно здесь, через пару лет окажется и у нас. Дарья Григорова, Евгений Гусев. Вести. Южная Корея. Субтитры создавал DimaTorzok